мы начнем и наш обзор с небольшой печи harvia m2 это печь рассчитана на объем парной от 6 до 13 кубических метров небольшой мощности очень небольшие размеры но тем не менее печка довольно мощная дверца со стеклом встроенная без выносного топливного канала то есть для установки в банях и там где будет баба не топиться непосредственно из комнаты из парного помещения более старшей модели harvia 20 в с про и 20 рс про тоже классический дизайн harvia топка из толстой стали из два варианта подключения дымохода здесь по умолчанию наверху стоит крышка которую можно поставить с тыльной стороны заглушить выход дымохода и подключить в нашем привычном же варианте выход дымохода вверх кольцо выхода дымохода изготовлена из 3 миллиметровой стали пусть вас эта толщина не смущает почему потому что в новых модификациях печей если вы обратите внимание добавили вот такой наклон каменки каменка сейчас с наклоном зачем это сделано сделано это для того чтобы максимально притормозить потоки выходящих дымовых газов то есть здесь каким образом происходит движение газов в топке горят дрова затем дымовые газы поднимаются наверх ударяется в но каменки разворачиваются поворачиваясь вдоль боковых поверхностей каменки и выходят в тыльной стороны печи затем уже выходят в дымовую трубу температура дымовых газов в этой печи не должна превышать 400 градусов то есть это та температура при которой еще не наблюдаются такие процессы как окалина образование на этом металле вообще конечно же финны люди практичные очень сама топка изготовлена из стали толщиной до одного сантиметра но кольцо дымосборника там где нет необходимости все-таки делать толстый металл она изготовлена из 3 миллиметровой стали здесь нет необходимости использовать более толстый металл потому что высоких температур при грамотном при правильном использовании при правильной эксплуатации печи здесь просто не должно быть про температуру нагрева я еще чуть позже вам расскажу и здесь еще один вариант или на которые все таки является несколько экзотическим для наших покупателей это печь со встроенным баком бак очень блестящий боковые стеночки у него слегка подштампованы для того чтобы при тепловом нагреве все это не хлопало не видоизменялось не деформировалась внизу на удобной высоте кран для отбора воды здесь можно поставить и тазик и какую-то емкость и сюда воду забирать из порядка это 25 сантиметров до пола остается финны используют довольно часто эти печи у себя в банях потому что это такой вариант хороший для тех местности которые все-таки находятся далеко от цивилизации и нет возможности провести воду воду берут там из озер из колодцев используют здесь суши такой вот крайне необходимости также есть еще модификации со встроенным теплообменником они называются модификации harvia 20 сл бойлер бойлер это нагрев воды с помощью выносного бака ну топка классическая и особо по нее сейчас уже нет смысла говорить хотя есть одна маленькая деталь которая вам сейчас расскажу более мощная печь harvia 22 duo steel тоже имеет классическую топку но очень интересный очень современный дизайн конвектора он изготовлен из зеркальной нержавеющей стали и когда я задавал вопрос специалисту компании о том что будет ли этот конвектор терять свои внешние свойства при активной эксплуатации на что я получил очень интересный ответ по заверению специалистов компании harvia этот экран внешне не будет изменяться покрываться цветами побежалости только в том случае если печь будут правильно эксплуатировать не перегревать ее не накрывать топку до красна то цвет это красивая облицовка из зеркально нержавеющей стали не потеряет теперь давайте поговорим про географию производства печей ни для кого не секрет что компания harvia уже некоторое время производит свои печи и на территории российской федерации они построили свой завод выборге на границе россии и финляндии многие печи которые производятся в россии поставляются еще и на финский рынок то есть здесь настолько серьезно идет контроль качества что финны уверены в качестве продукции выпускаемой в рф и даже и поставляют их ее на свой родной рынок то что в печи изготовлены для финляндии и печи изготовлены для российской федерации используется разный металл это на самом деле миф все идет одного и того же качества одинакового качества если что может отличаться у печи действительно произведенной финляндии и у печи произведенные у нас в россии то что в на заводе финляндии печи варятся уже роботами и это могут заметить только очень высококлассные специалисты найти отличие между сваркой и роботом конкретной печи и варит ли эту печь человек ну вот в специальных печах на выставке печах harvia качество сварных швов абсолютно одинаковое что говорит о том что одинаково хорошо варят роботы и варит человек единственное насколько мне удалось узнать вот эти корпуса печей они все-таки изготавливаются в финляндии и поставляются нам в россию для того чтобы печь обрела вот свой законченный внешний вид и была уже представлена нашим потребителям ну по печам классической линейки мы про быстренько пробежались а пойдемте теперь посмотрим на печи линейки хапа сало эта модификация вилле хапа сало 240 эта модификация вилле хапа сало 240 до то есть дверка со стеклом с выносным топливным каналом серия хапа сало отличается от прежней модификации легенд конечно же тем что у нее используется вместо вот такого стального каркаса и шотчатого более стильная сетка сюда входит больше 200 килограммов камней и причем камни можно использовать самые разные по рекомендации производителя для сохранения максимального тепла лучше использовать мыльный камень только хворит уложить его вокруг а для того чтобы получать максимально быстро пар с каменки можно использовать тот же самый жиды это тот камень который очень быстро нагревается и очень быстро отдает тепло в парную ну естественно микроклимат микроклимат будет мягкий очень потому что большая масса камней будет долго отдавать тепло если помните вилле вчера сказал о том что он сам не любит очень быстро топить баню это нужно делать постепенно и его слова подтвердил специалист компании который сказал о том что печь нужно прогревать постепенно да если через час полтора часа стенки будут печки недостаточно прогреты но каменка с камнями уже прогреется и можно будет создавать микроклимат в парной нужную температуру нужную кондицию поддавая на камни и за счет выделяемого пара уже менять микроклимат в парной ценные на мой взгляд замечания ну а в целом все печи компания харви очень элегантны действительно имеют такой классический европейский дизайн очень лаконичный выполнены они безупречно стоит адекватных денег актуальные цены вы можете узнать на сайте фарнакс точка ру все печи доступны для заказа для наших покупателей ну и на этом нашу экскурсию по продукции харви можно считать законченной несмотря на то что компания еще очень очень много интересных моделей как и дровяных печей так и различного оборудования работающего на электричестве например вот эти вот пара генераторы которые находятся у меня за спиной всю продукцию харви вы можете найти на сайте фарнакс точка ру заходите выбирайте знакомьтесь с этой продукции задавайте нам вопросы в онлайн чат звоните на телефон горячая линия 8 800 152 38 будем рады ответить на любые вопросы ну и до новых встреч пока